Всем привет! На связи Илья, агентство по поступлению в ВУЗ Австрии АВЗО. Наша команда помогает ребятам из России и других стран СНГ поступать в ВУЗ Австрии и успешно переезжать. Мы помогли уже более 300 студентам поступить в ВУЗ и получить визу. Часто бывает такое, что ребята, проучившись один, два, либо даже три курса в ВУЗе своей страны, решают бросить свой ВУЗ и переехать в Австрию. Потому что их не устраивает их программа, их ВУЗ, либо они в целом больше не видят перспектив в своей стране. Сегодня я расскажу о том, как перевестись из своего ВУЗа в австрийский, в целом возможно ли это, какие условия и какие преимущества дает вам поступление в Австрию, хотя бы после окончания одного курса в ВУЗе своей страны. Кстати, я и сам отучился два курса в финансовом университете в Москве на факультете международных экономических отношений, но затем решил бросить университет и поступать в Австрию. Поэтому многое я знаю на своем опыте. Поехали! Первое преимущество, которое вы получаете при поступлении после одного-двух курсов в ВУЗе своей страны, это то, что у вас, вероятнее всего, не возникнет академической разницы. То есть, австрийский университет, вероятнее всего, не назначит вам экзамены по школьным предметам. И при условии, что вы сразу знаете немецкий язык на высоком уровне, вы можете сразу начать учебу в ВУЗе. В случае, если вы пока еще не знаете немецкий на высоком уровне, вы можете доучить немецкий на курсах при ВУЗе, а далее уже начать учебу в самом ВУЗе. Но, опять же, сдавать школьные предметы вам будет, вероятнее всего, не нужно. Ну и напомню, что ребятам, которые поступают после 11 класса, австрийские университеты назначают от одного до четырех экзаменов по школьным предметам для того, чтобы приравнять свой аттестат к австрийскому. Ну, а в вашем случае это не нужно. Второй огромный плюс, который вы получаете при поступлении после одного-двух курсов в ВУЗе своей страны, это то, что вы можете спокойно сменить специальность. К примеру, сейчас вы учитесь на экономике в российском университете, но при этом вы понимаете, что вас экономика абсолютно никак не интересует, не привлекает, и вы хотите изучать биологию. В отличие от той же самой Германии, вы можете спокойно поступить в Австрию на биологию, и при этом вам не нужно будет сдавать школьные предметы. Третий огромный плюс, который вы получаете при поступлении после одного-двух курсов в ВУЗе своей страны, это то, что вы можете перезачистить некоторые предметы. К примеру, сейчас вы учитесь на программе экономика на втором курсе. После второго курса вы решаете бросить университет и поступать в Австрию. Если вы выбираете тоже экономику, либо какую-то смежную специальность, по приезде в Австрию вы можете перезачесть те экзамены и те зачеты, которые вы уже сдали у себя на родине, и которые совпадут с австрийским учебным планом. Таким образом, вам придется меньше учиться для того, чтобы окончить уже австрийский ВУЗ и получить диплом. Многие спрашивают, а можно ли перевестись из российского, казахского ВУЗа в австрийский? Нет, именно перевестись нельзя, но можно перепоступить и перезачесть те предметы, которые вы сдали уже у себя на родине. То есть, по факту, это получается тоже своего рода перевод. Четвертый плюс – это то, что у вас уже есть опыт студенчества. Понятное дело, что системы обучения в Австрии и системы обучения в странах СНГ, они достаточно сильно отличаются. Но тем не менее, как минимум, вы уже знаете, что такое лекция, что такое семинар, как они обычно проходят, из чего обычно состоят экзамены. И все равно вам будет однозначно проще, чем тем ребятам, которые поступают в Австрию сразу после 11 класса, не имея какого-либо опыта обучения в ВУЗ. Кстати, тех, кто уже успел поучиться в ВУЗах стран СНГ, думаю, очень сильно удивит то, что в Австрии нет четкого расписания. То есть, вы самостоятельно формируете свою учебу, свое учебное расписание, самостоятельно регистрируетесь на все предметы и на все экзамены. Это действительно круто, и это позволяет, к примеру, совмещать учебу с путешествиями, либо с работой. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. Пишите в комментариях, на какую программу вы хотели бы поступить. Также записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании. На консультации мы вникнем в вашу ситуацию, составим план вашего поступления, и вы узнаете, как переехать в Австрию буквально за 4-6 месяцев. С вами был Илья, до новых встреч, новых видео, и всем пока!